Юрий Дудь популярный видеоблогер и журналист. Он мечтал стать футболистом, но по состоянию здоровья о футболе он может только рассказывать в программах и писать в своих статьях. Благодаря харизме и тщательной подготовке, ко своей персоне Юрий сумел приковать внимание многомиллионной аудитории. Его авторский проект в Дудь на YouTube вызывает одновременно и восхищение, и противоречие, и неподдельный интерес. Добро пожаловать на канал Мудкэмп, и сегодня мы расскажем вам о том, как живет Юрий Дудь и о его пути к успеху. Детство Юрий Дудь родился 11 октября 1986 года в немецком городе Потсдам, Германской Демократической Республики. Его отец профессор, доктор военных наук, а мама преподаватель химии. В 1990 году семья переехала в Москву, где Дудь поступил в среднюю школу. Мечтая о карьере вратаря, начал заниматься и вплотную увлекаться футболом. Но в 10 лет был вынужден прекратить занятия из-за опасений, которые были вызваны приступами бронхиальной астмы. Взамен этому в 11 лет Юрий начал писать заметки для юношеской газеты, а в 13 лет начал свою практику как автор, освещая спортивные события в газете «Сегодня». Уже в 16 лет Дудь работал внештатным корреспондентом в газете «Известия». И, показав блестящие результаты работы, в 16 лет стал ее штатным сотрудником. Получив весомый опыт в журналистике, Юрий определился с выбором своей профессии. В 2008 году он окончил факультет журналистики МГУ. Журналистика Юрий Дудь, будучи студентом факультета журналистики МГУ, работал в редакции журнала «Проспорт». После окончания учебы и получения диплома молодого журналиста приняли в коллектив спортивного отдела НТВ+. В то же время Дудь становится главным редактором портала «Спортс.ру». Затем, проработав некоторое время на радиостанции «Сити-ФМ», Дудя пригласили на канал «Россия-2», где в течение года был ведущим программы «Удар головой». Вместе с этим Юрий Дудь комментировал матчи английской футбольной премьер-лиги на канале «Спорт-1». И примерно в то же время на пару с Владимиром Стагниенко вел документальный цикл о жизни любительского клуба «Спарта» «30 спартанцев». После закрытия шоу «Удар головой» Дудь стал автором и ведущим программы «Культура» на канале «Матч-ТВ». В ней журналист брал интервью у известных футболистов и тренеров, но из-за низкого рейтинга и потери спонсора передача была закрыта, а сам Дудь получил приказ о сокращении. Из всех мест работы остался только пост главного редактора «Спортивного портала». Вдудь. Канал Вдудь на данный момент является одним из ведущих и самых популярных проектов в русскоязычном сегменте Ютуба. На сегодняшний день на него подписано более 7,5 миллионов человек, а общее количество просмотров просто зашкаливает – 1 миллиард 45 миллионов. И с каждым днем эти показатели только увеличиваются. Первое видео с рэпером Бастой было опубликовано 7 февраля 2017 года. Тогда еще известный в основном только футбольной аудитории журналист Юрий Дудь решил отточить навыки ведения интервью не на спортивную тематику. Ожидаемые показатели были около 100 тысяч просмотров, что вполне устроило бы блогера. Но на сегодня под самым первым интервью отображается 10 миллионов просмотров. Уже на третьем выпуске с Сергеем Шнуровым Вдудь заключила рекламный контракт с Aviasales. В последующих огромное количество брендов изъявили желание о сотрудничестве с каналом. В списке опубликованного материала более 100 видео, героями которых стали артисты, политики, журналисты, писатели, кинорежиссеры. Но также команда канала Вдудь выпустила несколько документальных фильмов. Документальные фильмы Помимо привычных всем интервью, на канале Юрия Дудя выходят документальные фильмы. Некоторые вызывают общественные резонансы критику, а некоторые привлекают внимание власти. Один из социально значимых фильмов об эпидемии, про которую не говорят. Видео длительностью 1 час 48 минут на сегодня посмотрело 18 миллионов человек. Его даже показывали в Государственной Думе. Годом ранее был опубликован документальный материал под названием «Колыма» длительностью чуть более двух часов. Цель фильма – поведать историю печально знаменитой области. Его посмотрели 21 миллион человек. Такое же число просмотров под одним из последних фильмов Дудя, как устроена IT-столица мира. Лента длительностью 3 часа подверглась серьезной критике. Например, среди 8 российских предпринимателей Кремниевой долины, которые давали интервью, не было ни одной женщины. Также Павел Дуров отреагировал в социальной сети постом, написав, что из-за фильма у зрителя может сложиться обманчивое представление о жизни и работе в Калифорнии. Юрий Дудь ведет обширную и очень активную деятельность и как блогер, и как журналист, за что получает массу положительных отзывов и удостаивается награды премий. Например, в 2016 году Юрий стал победителем в премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо из телевизора» за программу «Культура». В 2017 и 2019 снова был удостоен этой премии, но уже в номинации «Лицо с экрана». Также в 2017 году за свой документальный фильм Сергей Бодров «Главный русский супергерой» стал победителем премии «Редколлегия». За другой фильм «Беслан, помни», выпущенный в сентябре 2019-го, организация «Открытая Россия» присудила премию профессия журналист Юрию Дудю. Он стал победителем в номинации «Видеодокумент». Сообщается, что средства, полученные от премии, Юрий перечислил героем своего фильма. Семья Успеху Юрия Дудя могут позавидовать многие, но при всей своей вовлеченности в работу и попытках еще больше продвинуть свое имя, Юрий никогда не забывал о самом главном – о семье. У блогера есть жена, которую зовут Ольга, в девичестве носила фамилию Бонева. С Юрием она познакомилась, будучи студенткой Российского технологического университета. В 2007 году Дудь сделал своей будущей жене предложение руки и сердца в обычном переулке на лавочке. Юра и Оля воспитывают двоих детей – дочь Алену, родившуюся в 2008 году, и сына Данила, на 4 года младше своей сестры. О любви ко своим детям можно догадаться по татуировкам с их именами на руках Дудя. Юрий отзывается о своей жене как об умной и любящей женщине, которая с пониманием относится к его работе и ко всему, что с ней связано. При этом журналист никогда не выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. У пары даже есть свое любимое место отдыха – это Ибица, куда они регулярно ездят отдыхать вместе со своими детьми. Сколько зарабатывает Юрий Дудь? По данным Forbes, годовой доход журналиста составляет около полутора миллионов долларов в год. Такие цифры появились неспроста. Неподдельный интерес аудитории помог Юрию привести свой канал на Ютьюбе к сумасшедшим показателям, которые он успешно сумел монетизировать. Заработок с партнерской программы видеохостинга составляет в среднем 6,5 тысяч долларов и уходит он на зарплату команде, которая вместе с Юрием трудится над созданием роликов. И благодаря огромному количеству просмотров за интеграцию в видео рекламодателям приходится отдавать 2 миллиона рублей. За 4 ролика в месяц – это порядка 8 миллионов. Также у Юрия появились индивидуальные рекламные контракты. К примеру, он является лицом таких компаний, как Альфа-Банк, Head & Shoulders и Beeline. Из-за пункта о неразглашении дохода узнать сумму гонораров нельзя. Но учитывая популярность блогера, можно смело предположить, что речь идет о десятках миллионов рублей. И не стоит забывать, что журналист является заместителем генерального директора портала Sports.ru. Занимая этот пост, он получает зарплату 220 тысяч рублей. К тому же Юрию принадлежит полпроцента акций компании. Дудь также пополняет свое состояние благодаря проведению корпоративов. Цена одного такого вечера составляет 1 миллион рублей. Проекты с участием Дудя Юрий Дудь придерживается мнения, что эпоха телевидения уходит в прошлое, уступая место интернету. Поэтому блогера вероятнее всего увидеть в каком-нибудь YouTube-проекте, нежели на ТВ. Но все же однажды пришел в гости к вечернему Урганту. В программе уже Юрию задали несколько вопросов, которые сопровождались шутками и смехом, а также показали трейлер шоу «В Дудь», если бы оно выходило в эфир на телевидении. Также Юрий стал первым гостем шоу «Газлайв», где ведущий, рэпер Баста, брал интервью у журналиста, задавая вопросы от зрителей, адресованные Дудю. Среди них также прозвучал всеми известный «Сколько ты зарабатываешь». Еще одним из первых героев проектов «Дудь» стал автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров. Во время диалога блогеры договорились, что когда канал «Дудя» наберет 500 тысяч подписчиков, Юрий дает интервью Амирану. По достижению полумиллионной отметки фолловеров, Юрий сдержал обещание и дал интервью на канале «Хача» в салоне роскошного БМВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова